Саранчу Чувствуешь себя как в Европе уже Самарская набережная утонула в сюрпризах Семитонный торт, самолеты над Волгой и оживший фонтан Наш специальный репортаж Угрозы директору, это реально, да От подвыпивших компаний, это расправы, это были Красивое событие с неприглядными последствиями Ботанический сад спасает растения от молодоженов И подробнее обо всем прямо сейчас Будущее страны определили в Москве Завершился 12-й съезд Единой России Кандидатом на пост президента от партии станет Владимир Путин В случае его победы Дмитрий Медведев возглавит правительство Утвердили список кандидатов депутаты Государственной Думы от Самарской губернии Его возглавили победители областных праймерис На съезде обсудили и другие важные для развития страны вопросы Подробности у Алексея Захарова 11 тысяч делегатов, среди которых много беспартийных Обсуждали, что ждет Россия в ближайшие годы Главная цель Единой России и Народного фронта Повышение уровня жизни, модернизация экономики, медицины и образования Львиная доля этих задач будет решаться силами местных властей Президент сказал об этом в своем коротком выступлении Не программном, но он заложил основные вехи Конечно, безусловно, это модернизация всех уровней И всех направлений экономического развития нашей страны Но никуда мы не денемся от этого Как бы мы ни говорили, что мы в это слово не закладывали Но оно само подразумевает движение вперед Прошедшие недавно в Самарской губернии праймерис Стали одними из самых массовых в стране В них приняли участие более 13 тысяч человек Победители предварительных голосований Владимир Артиков, Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн Заняли первые места в списке кандидатов в депутаты Госдумы Единственный способ завоевать доверие людей И получить голоса 4 декабря Это, конечно, конкретные дела И конкретные наши планы Которые мы будем доводить до людей У партии есть опыт решения самых сложных социально-экономических проблем В условиях мирового финансового кризиса АвтоВАЗ получил беспрецедентную поддержку из центра Роль в этом сыграла жесткая позиция Единой России и Владимира Путина Многочисленные наработки партийцев вошли в народную программу Этот документ создавался из предложений простых граждан В его подготовке участвовали около полутора миллионов человек Самара уже имеет опыт формирования народной программы В прошлом году мы вместе с жителями сформировали народную программу На ближайшие пять лет Программу реальных дел Которую сегодня мы вместе реализовываем И за которую исполнение я уже отчитываюсь Те инициативы, которые нами озвучились Многие из них носили социальный характер И вот из тех инициатив, которые мне кажутся очень важными Это и мы предложили форму поддержки образовательных учреждений По типу того, как был создан фонд поддержки ЖКХ Почти 600 предложений от жителей губернии поступили в этом году в народный бюджет В 2012-м их учтут при распределении областных средств Заявили единороссы Алексей Захаров, ГИС, события От событий российских к областным Первая тройка регионального списка кандидатов Владимир Артиков, Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн В воскресенье открыли вторую очередь Самарской набережной Долгожданное событие отмечали на широкую ногу Реконструкция главной достопримечательности города длилась с апреля по сентябрь Из областного бюджета на эти цели направили 324 миллиона рублей В порядок привели почти полтора километра территории В день открытия набережная Волги утонула в сюрпризах Семитонный торт, авиашоу, оживший фонтан и множество других развлечений Кульминацией стал концерт с участием Иосифа Кобзона Подробный репортаж наших корреспондентов смотрите сразу после выпуска событий Фермеры получили прибавку Решение об увеличении субсидирования аграрно-промышленного комплекса Было принято Министерством сельского хозяйства России На развитие сельхозсектора направили более 2 миллиардов рублей Из федеральной и областной казны Это почти в два раза больше, чем в прошлом году Сегодня члены комитета по бюджету Самарской губернской думы Обсудили поправки в областной бюджет на 2011 год Расходную часть областной казны увеличат на 84 миллиона рублей Такое решение приняли члены комитета по бюджету Самарской губернской думы Дополнительные средства пойдут на развитие аграрно-промышленного комплекса в регионе В частности 64,5 миллиона рублей получат птицефермы и свиноводческие хозяйства И кроме того, уже сегодня издан приказ, который определяет ставки субсидирования По данному направлению государственной поддержки То есть все необходимые действия для того, чтобы эти средства были направлены Сельхозтовропроизводителем, они на сегодняшний день выполнены Также дополнительные средства выделят на борьбу с опасными вредителями Приобретение элитных семян, увеличение поголовья крупного рогатого скота И обновление парка сельскохозяйственной техники Год хороший, но тем не менее, вы слышали, вся техника устарела И надо уже заранее готовиться к следующему году Я считаю, это вообще маленькие деньги Если будет следующее изменение в бюджете У нас было предложение дополнительно выделить на Министерство сельскохозяйства Не оставили без внимания и программу миллиарации До 2020 года на модернизацию оросительных систем Планируют потратить более 2,5 миллиардов рублей Члены комитета единогласно приняли поправки к бюджету в двух чтениях Алексей Кнор, Валерий Шаронин, ГИС, События Молодоженам вход воспрещен Руководство ботанического сада ввело ограничение посещения Теперь ворота закрываются в 12 часов дня в пятницу И открываются утром в понедельник Причина – обилие свадебных делегаций, жаждущих сфотографироваться с уникальной флорой После таких гуляний – груды, мусор, стеклянные бутылки и вытоптанная трава Я вот держу вот это, видите, за как бы стебелек Держу целый букет из цветов Экзотический спатифилум – гордость ботанического сада Хоть и ядовитый, зато очень красивый Большинство растений можно встретить только за границей Поэтому и правила посещения довольно жесткие Поэтому, конечно, здесь не рвать, не ломать, не уничтожать Ничего нельзя Топтать, ходить только по тропинкам Организованным, созданным вот этим специальным тропинкам можно ходить И только смотреть Куда ни посмотри, красота или польза Одни растения лечат насморк и заживляют раны, другие радуют глаз Ботанический сад – это не просто густо засаженный парк Три с половиной тысячи растений и все уникальны Вот, например, ничем не примечательный куст, череда Но в отваре этой травы купают детей при диатезе На земле ботанического сада поместились бы 566 стандартных дачных участков Содержать такое количество растений – тяжелый труд Дворник по штатному расписанию всего один И, конечно, он не справляется с последствиями свадебных гуляний С каждой парой молодоженов присутствовало там 20-30 человек Все подвыпившие, причем приносили очень много с собой алкоголя Все это на глазах у детей За один пятничный день фотографироваться в ботанический сад Приезжает от 20 до 50 пар молодоженов Нетрезвые компании наносят непоправимый урон природе Топчут траву и оставляют стеклянные бутылки Поэтому и решили ввести ограничения на посещение сада Теперь он будет закрываться в пятницу в 12 часов дня И в таком режиме проработает до зимы Потом фотосессии, скорее всего, станут платными Мы продолжаем обзор событий сегодняшнего дня и минувших выходных Дальше в выпуске вы увидите Непутевый сын плюс богемная дочь Личный апокалипсис для тех, кто не боится увидеть на экране лицо современного общества Микрофон в руках и мяч в ногах Движение к успеху закончилось победой команды «Самара ГИС» И далее о рекорде, который никого не обрадовал За прошедшие сутки в Самаре выпала больше месячной нормы осадков 51 мм, как сообщили в Приволжском гидрометцентре Сентябрь этого года в Самаре стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений Дожди, по прогнозам синоптиков, на этом не прекратятся И будут идти на протяжении всей недели Ураганный ветер, который сопровождал дождь, повалил дерево на улице Гая Ствол упал поперек дороги прямо на припаркованный автомобиль «Опель» Там в этот момент находились водитель и пассажир К счастью, люди не пострадали Старый карагач помял только машину и повредил линию электропередач И еще об антирекордах Администрация города отметила худших По распоряжению главы был составлен рейтинг самых недобросовестных управляющих компаний Исследования проводила городская административно-техническая инспекция Считали нарушения, выявленные с начала года Несвоевременный вывоз мусора, задержки при благоустройстве дворов На первом месте в черном списке оказался железнодорожный филиал ЗАО ПТС-сервис У них насчитали 68 нарушений На втором и третьем ОЭНЕРГИЯ и МПКОМУНАЛЬНИК В самом низу таблицы ЖЭО, Приволжская ПЖРП и Капитал Групп Ни одного нарушения за год В дальнейшем инспекция будет составлять рейтинги, исходя из других показателей В работе как раз и другие показатели, они как раз где-то близки к этому рейтингу Раз относятся к плохой проблеме по уборке, так же и отношения по чистке крови У нас было очень много нареканий по железнодорожному ЗАО ПТС Так что здесь не очень будет большая разница Представители администрации города отметили, что некоторые компании, получив предупреждение, сразу улучшили качество работы Но остаются и те, на кого не действуют никакие меры Жильцы дома номер 66 под Никитинской тоже участвовали в конкурсе на лучший двор И стали победителями Благодаря этому во дворе появилась новая детская площадка А в день открытия устроили большой праздник На новой площадке дети проводят все свободное время Качели, карусели, горки и лестницы Особый ажиотаж вызвал новый теннисный стол Мы каждый день играем, как поставили Очень понравилось Мы даже не ожидали, что такое будет Весной жители двора на Никитинской решили поучаствовать в городском конкурсе Двор, в котором мы живем Посоветовались и составили план благоустройства Заявки подавали более 20 дворов железнодорожного района В этом году в финал вышли два На следующий год конкурс опять стартовал Мы всем сообщили об этом Работа идет, заявки подаются Жители с удовольствием принимают в этом участие Мы надеемся, что на следующий год количество дворов Победителей этой программы будет больше В этом году победителями городского конкурса стали 40 дворов На следующий в Самаре планируется благоустроить в два раза больше дворовых территорий Лариса Шлафат, Борис Миловский, ГИС События В прокат выходит новый фильм Андрея Звягинцева «Елена», получивший специальный приз жюри Каннского кинофестиваля Это третья картина российского режиссера, отмеченная на столь высоком уровне Лента «Возвращение» в 2003-м завоевала венецианского «Золотого льва», а изгнание Звягинцева было отмечено в Каннах за лучшую мужскую работу О нынешней картине французская «Либерасьон» написала как об одном из самых поразительных явлений фестиваля Алена Алешина пообщалась с режиссером Елены Это история пожилой семейной пары, одновременно злободневная и вечная У супругов есть дети от первого брака У Елены непутевый сын, сидящий со своей семьей на иждивении матери У Владимира – богемная дочь Сам Звягинцев назвал Елену картиной о личном апокалипсисе И адресовал ее тем, кто не боится увидеть на экране социальные портреты современного общества Частью которого они являются Посмотреть на себя самого Что с нами сделали деньги Что с нами сделали обстоятельства, которые понуждают человека выживать любой ценой В этих условиях, когда ты просто забываешь о любых других целях Ты забываешь о любых других мечтах Ты только думаешь о том, как бы тебе прокормить самого себя, свою семью, своих детей Как бы тебе не умереть с голоду и как бы тебе не остаться там ниже прожиточного минимума Персонажей в картине не так много – четыре главных и три второстепенных Полгода звягинцев искал актеров, которые точно попадут в образ В итоге фильм отметили сразу на трех престижных кинофестивалях Мировая премьера Елены состоялась в мае в Каннах Российская намечена на 29 сентября Я надеюсь, что зритель будет думать Посмотрит этот фильм и всерьез задумается о том, что с нами происходит Алена Алешина, ГИС События Развернутую версию интервью с Андреем Звягинцевым смотрите в этот четверг Сразу после шестичасовых новостей И о спорте В очередном туре премьер-лиги крылья Советов на своем поле одержали победу над московским «Динамо» Игра прошла под проливным дождем и закончилась с минимальным преимуществом самарцев 1-0 Единственный гол в матче на счету Сергея Корнеленко Доигровая матч в десятером, динамовцы смогли один раз заставить крылья вынимать мяч из сетки своих ворот Впрочем, боковой судья в этом моменте зафиксировал положение вне игры В итоге матч так и закончился с минимальным преимуществом хозяев поля Еще раз хочу поблагодарить ребят за полную отдачу самопожертвования Конечно, в этих играх появляется характер, воля И очень важно, чтобы в таких непростых условиях ребята не жалели ни себя, ни партнера, ни соперника, никого В хорошем смысле этого слова Поэтому, что касается настроя и отдачи самошедшей, конечно, еще раз большое спасибо ребятам Спасибо за просмотр!